Мы сталкиваемся с реально существующим феноменом, который требует осмысления и дискуссии, но не в последнюю очередь потому, что внимание к этому феномену во всё возрастающей степени привлекается руководством нашей страны. И сам термин «мягкая сила» уже достаточно прочно обосновался в программных выступлениях и статьях и президента Российской Федерации, и других российских руководителей. Если пытаться разложить эту тему на составляющие, то неизбежно мы придём к двум основополагающим вопросам. Что такое в принципе «мягкая сила», во-первых, и в чём заключается «мягкая сила» для России, во-вторых. Начинаю с первого вопроса. Очевидно, что «мягкая сила» как явление появилась в качестве инструмента внешней политики задолго до того, как её смогли определить и идентифицировать теоретики. Появление этого инструмента связано с распространением средств массового воздействия на сознание людей, а масштабы использования «мягкой силы» также, очевидно, завязаны на эффективность этих инструментов. Сами инструменты известны в исторической последовательности. Это сначала газеты, затем радио, затем телевидение, затем интернет. Отсюда и время масштабного распространения применения «мягкой силы», где главный скачок наблюдается в послевоенный период, начиная с 50-х и, очевидно, в 60-е и далее годы. По времени вот это явление, появление «мягкой силы» как инструмента внешней политики совпало с периодом холодной войны, с обострением идеологического противостояния. Хотя совершенно понятно, что подходы в этом идеологическом противостоянии тогда у основных участников были несколько разные. Мы, я имею в виду Советский Союз, занимались распространением советской идеологии, где в центре было процветание государства. А те же самые американцы, как наши основные соперники по той войне, занимались продвижением американской мечты, где в центре так или иначе было благосостояние человека. В любом случае, постепенно, по мере того, как стали распространяться приемы «мягкой силы», постепенно стали утрачивать свое монопольное положение факторы жесткой силы. Те самые армии и флот, до того являвшиеся единственными союзниками государств, занимавшихся внешнеэкономической и внешнеполитической экспансией. В этом смысле жесткая сила, на мой взгляд, отмечается от мягкой силы одним главным обстоятельством. Жесткая сила – это подчинение себе территорий, на которых живут люди, а мягкая сила – это овладение умами людей, которые распоряжаются соответствующими территориями. Если во времена той самой холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты Америки имели, если не абсолютный, то относительный паритет и по жесткой силе, по тем самым армии и флоту, и по мягкой силе, и притягательность советской модели при всей ее одиозности, тем не менее, была весьма и весьма ощутимой для многих. В наше время, в современное время мы можем претендовать на паритет по жесткой силе, но мы, очевидно, не обладаем этим паритетом в сфере силы мягкой. На каком мы находимся месте по мощи нашей мягкой силы, разумеется, есть много точек зрения, но если уходить от вот этой двухмерной системы координат, то есть несколько экспертных оценок. Они все, разумеется, страдают определенным субъективизмом. Вот в качестве примера взят один американский источник, где Россия находится на 28-м месте, уступая даже таким странам, как Чили. И здесь критерии, на самом деле, исследователями раскрываются достаточно туманно. И есть более комплементарный для России рейтинг, который был подготовлен совместно фондом Сколково и компанией Ernst & Young, где Россия уже на 10-м месте. Здесь подход, на мой взгляд, несколько более научный. Предлагается 13 критериев, разделенных по трем категориям. Это имидж государства в глобализующемся мире, это соответствие общемировым нравственным нормам и ценностям, и это глобальная интеграция. А уже внутри сидит много достаточно специфичных показателей, как место вузов в глобальном рейтинге, как вхождение национальных политиков в первую сотню самых влиятельных политиков мира, по версии журнала «Тайм», как количество олимпийских медалей, как внимание к экологиям и так далее, и так далее. Даже этот комплементарный рейтинг, составленный с участием Сколково, говорит о том, что Россия совершенно точно не находится на передовых позициях с точки зрения использования той самой мягкой силы. Если теперь обратиться к теоретическим изысканиям, то, как известно, главным теоретиком в сфере мягкой силы выступил американец Джозеф Най, который в администрации Рейгана был заместителем министра обороны, но тем не менее активно занимался разработкой теории применения инструментов мягкой силы. И наиболее ёмко его понимание этого феномена сформулировано в цитате, приведённой на верхней части этого слайда, «мягкая сила как способность добиваться желаемого на основе добровольного убеждения твоих партнёров в том, что то, что они делают, нужно им самим, хотя, по сути, они работают по схемам и моделям, которые нужны инициатору и источнику этой мягкой силы». Далее у Най есть достаточно большое число теоретических разработок по поводу мягкой силы. В сводном виде они также представлены на этом слайде и в наборе для мягкой силы, который Най считает наиболее актуальным, представлены официальная дипломатия и публичная дипломатия, и ценности, которые для него являются ключевым элементом мягкой силы, и более традиционные инструменты, как то распространение высокой и массовой культуры. Вслед за американцами к инструментарию мягкой силы в последние 2-3 десятилетия активно двинулись и европейцы. Там нет единой теории того, как это должно быть, и каждый из государств, которые претендуют на влияние в данной сфере, имеет свою, если хотите, специфику, выражаясь уличным языком, свои фенечки. Но есть, разумеется, и общие элементы этой конструкции, которая в сознании людей представлена в качестве счастливой, свободной и процветающей Европы. Это, разумеется, самый успешный интеграционный проект в истории человечества под названием Европейский Союз. Это активная помощь партнёрам, это распространённость европейских языков, высокие стандарты в сфере образования, в сфере демократических институтов, ну и так далее. Есть, разумеется, и специфика для Германии, скажем, это очень мощные бизнес-бренды, которые, очевидно, являются притягательным моментом. Для Франции или Италии это, может быть, мода, кухня или дизайн, не говоря уже о футболе. Тем не менее, совершенно очевидно, что Европа занимается сейчас не просто разработкой теории, но применением на практике концепции мягкой силы, не менее активно, чем это делают американцы. Ну и, наконец, как бы на третьем этапе, это произошло 10, а точнее даже 5 лет назад, в эту работу с удовольствием включились, разумеется, китайцы. На последнем съезде КПК, вот сейчас в эти дни идет очередной, но на последнем, предыдущем, 17 съезде КПК, китайский лидер представил в собранном виде свое видение концепции мягкой силы, хотя в китайском языке сам термин мягкая сила не применяется. Там два иероглифа, один из них мягкий, второй из них все равно сила, и они ищут для себя другие термины. Но дело не в особенностях китайского языка, концепция, которую утвердил для себя Китай, сводится к трем основным китам, где одним из них является культурная экспансия и, естественно, реклама китайской истории, философии и культуры. Это, во-вторых, помощь партнерам, прямая помощь партнерам, это записано в китайской концепции. Ну и, наконец, в-третьих, это неконфортационная внешняя политика, когда китайцы даже в самых острых ситуациях, как-то нынешний кризис вокруг Сирии, с удовольствием предоставляют право другим, в некоторых случаях это Россия, и выходить на передний фронт борьбы, поддерживая соответствующие позиции, но не беря на себя пальму лидерства. В том, что касается мягкой силы России, концепции, российской концепции мягкой силы, то, надо признаться, ее пока в собранном виде просто-напросто не существует. Есть огромное число различных версий, что могло бы быть такими вот, извините, еще раз за это слово, фенечками, не мое слово, но тем не менее, что могло бы быть факторами, специфически относящимися к России и способными стать привлекательными в глазах наблюдателей за нашей страной из-за рубежа. Разброс мнений совершенно колоссален от совершенно традиционных ссылок на великую российскую, русскую, прежде всего, культуру, прозу, поэзию, вплоть до нашей нетронутой экологии, загадочной русской души, способности уживаться в рамках одного государства, многим культурам, национальностям и конфессиям, наша приверженность своим обязательствам, договороспособность и так далее. Примерно так выглядит мощь постоянных членов Совета безопасности в сфере мягкой силы на сегодня. Еще раз скажу, что это очень условный и такой собирательный график, но, увы, опять же, не сильно комплементарный для нашей страны. Мы сейчас получили поддержку Министерства иностранных дел к тому, чтобы подготовить план действий правительства в сфере мягкой силы. Пока это только идея, это проект, который только начал свое путешествие по министерствам и ведомствам. Не хотел бы предвосхищать результат, но не исключаю, что мы сможем выйти на согласованный документ для его последующего утверждения на уровне правительства Российской Федерации в будущем году, и тем самым, еще раз повторю, создастся необходимая нормативная база для работы на этом направлении. Сейчас мы представлены в 76 странах мира, я имею в виду Россотрудничество, в том числе у нас есть 59 физически, есть 59 российских центров науки и культуры. Если нам получится пройти вперед и в нашей нормативной работе, и в наших бюджетных заявках, то в ближайшие три года мы бы хотели удвоить представительство Российской Федерации, а мы говорим именно об этих центрах, как о российских культурных центрах, а не о представительствах Россотрудничества, разумеется. Так вот, мы хотим удвоить наше представительство в СНГ с нынешних 15 центров до 30 и еще больше расширить наше представительство в других странах. География наших заявок представлена на этом слайде, это, разумеется, ближайшая для России и зарубежья, и Европа. Мы готовы работать с нашими партнерами, не навязывая им предварительных условий. Те же самые американцы или европейцы обставляют комфортные условия сотрудничества с собой любимыми, огромным количеством условий, когда нужно следовать каким-то определенным моделям, обязательствам вступать в соответствующие организации и только после этого становиться для США, либо для европейских гигантов партнерами, если неравноправными, то во всяком случае интересными. И в этом смысле для меня очевидно, что российская модель поведения в современном мире, когда мы этих предварительных условий не навязываем, может быть для очень и очень многих наших потенциальных партнеров привлекательным фактором. Это, разумеется, безопасность, где Россия, последовательно выступая в поддержку основополагающих принципов международного права, равенства участников, отказа от применения жесткой силы, приоритета переговорным механизмам, тоже может быть серьезным противовесом тем моделям решения современных проблем, которые предлагают сейчас миру американцы и их евроатлантические союзники. Я имею в виду ту модель решения проблем, с которыми столкнулись в последнее время те же государства Ближнего Востока и Севера Африки. Ну и, наконец, в-третьих, это наша готовность уважать суверенитет наших партнеров и не вмешиваться в их внутренние дела. Продолжение следует... Продолжение следует...